С 21 по 27 января в Саранском ледовом дворце проходят матчи второго этапа 10-й зимней спартакиады, учащихся России по хоккею среди юношей. В соревнованиях принимают участие 11 команд, представляющих субъекты Приволжского федерального округа. Хозяева ледовой арены во втором этапе спартакиада не участвуют, однако трибуны ледового дворца не пустуют. В отсутствие большого хоккея в 13-м регионе мордовские болельщики рады любой возможности воочию понаблюдать за спортом настоящих мужчин. Центральным матчем тура в группе «Б» стал поединок двух лидеров – сборных Нижегородской области и Башкортостана. У обоих коллективов за плечами было по две победы и по шесть очков в активе. И личная встреча должна была решить многое. Активнее начали игру хоккеисты из Нижнего и к концу второго периода вели со счётом 3-1. Но уже в самом начале третьей 20-ти минутки игрокам юношеской команды Салавата Юлаева удалось отквитать одну шайбу, что во многом и предопределило ход игры в последнем периоде. Игроки из Башкортостана воспряли духом и изо всех сил старались забить ещё. А Нижегородцы отчаянно отбивали атаки соперника в надежде сохранить минимальное преимущество до финальной сирены. После 15 минут упорной борьбы шайба всё-таки влетает в ворота команды из Нижнего. Счёт 3-3 продержался до конца основного времени встречи и, согласно регламенту, был назначен овертайм длительностью пять минут или до первой заброшенной шайбы. Сборная Башкортостана не стала томить своих болельщиков. И всего через 30 секунд после начала овертайма отпраздновала четвёртое взятие ворот соперника. Итог встречи 4-3 в пользу хоккеистов у Зуфы. Команда проявила характер и полностью выполнила установку на последний период, говорит наставник коллектива Михаил Потапов. Получилось, что этот матч у нас был решающий, очень тяжёлый был. Соперник достойный, не уступали. По ходу матча проигрывали, но ребята собрались, молодцы, и в конце дожали соперника. В пятницу на турнире день отдыха. Затем матч группового этапа продолжится. А в понедельник пройдут встречи плей-офф. Победитель второго этапа спартакиада учащихся по хоккею получит право защищать честь Приволжского федерального округа на финале соревнований, который пройдёт Сочи.